В Большом Камне продолжаются поиски водолаза, пропавшего в бухте Суходол. Неделю назад мужчина, нырявший с катера за трепангом, не всплыл на поверхность в назначенное время. 15 января в Главное управление МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что днём ранее в бухте Суходол у Сурийского залива пропал водолаз. По словам очевидцев, мужчина в составе группы нырял с катера за трепангом. В два часа дня водолаз-любитель совершал погружение в бухте Суходол. Указанное время не всплыл. Поиском пропавшего занимались специалисты дальневосточного филиала ГосАкваспас МЧС России. Несколько раз работы прекращали из-за сложной ледовой обстановки в бухте Суходол. Мы 15 числа прибыли в район поиска. Здесь стоял лёд и гуляло ледовое поле. Поэтому поиски были прекращены по ледовой обстановке. А сейчас почему они возобновлены? Возобновлены так, как лёд частично ушёл вдоль берега, течением унесло. Есть открытые пятна воды. И аппаратом можно работать. А место предполагаемой гибели водолаза обследовали с помощью современного подводного оборудования. Телевизионный необитаемый аппарат «Мираж» со встроенной камерой и джойстиком прочесал дно на площади 300 метров и на глубине до 20 метров. К поискам драйвера привлекли буксир «Браво» из судоремонтного завода «Звезда». Ледовая обстановка очень тяжёлая. Битый лёд, шуга. Лёд постоянно двигается течением, что и осложняет очень поиски. Согласно единым правилам статьи 7.3.7.14, погружение водолаза в битый дрейфующий лёд запрещено, за исключением случая спасения живых людей. А стоит отметить, что именно из-за сложной ледовой обстановки 22 января поиски пропавшего водолаза были приостановлены. Как только ледовый покров позволит, специалисты сразу возобновят работу. Всего к поискам драйвера привлечено 10 человек и 2 единицы техники, пока мужчина считается пропавшим без вести.